Доброе утро! А что из этого получится, давайте смотреть вместе, потому что для меня это тоже дебют. Для начала займемся яблоками. Яблок можно не жалеть и, конечно же, их нужно очистить от кожуры, потому что я уже как-то говорил, что все фрукты, которые приходят к нам из-за границы, обрабатываются специальным фруктовым воском для лучшей сохранности. И этот воск, в принципе, если его потихонечку сошкрябать и сделать из него свечку, то свечка будет еще хорошо гореть. Соответственно, пользы в этом никакой. Продолжаем. Нарезаем мелким кубиком. Нарезаем, скидываем все это в мисочку. Добавляем сюда куриное яйцо, немного корицы, ну, кто сколько любит по вкусу, и я добавляю сюда сахарной пудры. Все это перемешиваем и теперь раскатываем лаваш. Берем столько, сколько надо лаваша, выкладываем на него нашу смесь яблочную и все это сворачиваем в рулетик. Вот такой он у нас получился пышненький. Так, теперь берем пергамент. Нам понадобится немного. Укладываем его на противень и перекладываем сюда наш штрудель, так называемый. И отправляем наш штрудель в духовку, разогретую до 200 градусов на минут 12-13. И после еще мы его красиво нарежем и украсим. Кстати, вы знаете, что первый известный рецепт штруделя датирован 1696 годом. Был он сладким, таким же, как и мы сегодня его готовим. Изначально штрудель это рулет из слоеного теста с начинкой. Но в наше время его разновидностей очень много. Он может быть и фруктовым, и творожным, с орехами и цукатами. Он может подаваться даже с мороженым. Ну, в принципе, везде в кафе его подают штрудель с яблоками и шарик мороженого к нему подкладывают. Вот такие вот эксперименты. Собственно говоря, мы тоже сегодня экспериментируем и посмотрим, что из всего этого получится. И глазом не успели моргнуть, а наш штрудель уже готов. Всё! Опачки! Красота! нарезаем штрудель и красиво выкладываем на блюдо он в разрезе смотрите какой интересный и то как красиво смотрится загляденье просто загляденье какой аромат и между прочим очень симпатично получилось и надеюсь что когда вы будете готовить дома у вас тоже так же все будет аппетитно выглядеть и получится очень вкусно дорогие друзья на этом я прощаюсь с вами желаю вам приятного аппетита и отличного дня смотрите будильник шоу и рубрику счастье есть пока а